Режиссер и создатель Яролаша Борис Грачевский умер 14 января 2021 года в больнице в результате полученных осложнений коронавируса. Кинодеятель до последнего общался с поклонниками и был в хорошем расположении духа, поэтому никто не ожидал такого страшного исхода, особенно его молодая жена Екатерина Белоцерковская, которая осталась с грудным ребенком на руках. Недавно вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что с ней творится странное. Дело в том, что она якобы слышит шаги покойного Бориса Грачевского, и из-за этого не может находиться в доме одна. Она плачет, когда отчетливо слышит происходящее, и ужасно боится этого. Несчастная вдова даже вся посидела от ужаса. Эзотерики Мариана Аправитова и Милена Иусупова, ответили на вопрос, может ли дух Бориса Грачевского, как-то влиять на вдову. Эксперты советуют вдове Грачевского отпустить умершего, и не тянуть его из могилы обратно в живой мир. По их словам, вдова просто никак не может отпустить покойника, сообщает Пятый канал. Эксперты считают, что Белоцерковская может сама себе помочь. Это не значит, что он превратился в привидение или полтергейста, который каким-то образом забирает ее энергию, сказал эзотерик. Также вдове Грачевского посоветовали обратиться к специалисту. Судя по всему, эксперты намекают на психологические проблемы. Таким образом ее буквально отправили в психушку.